Я даже развернулась, друзья, чтобы вы видели. Это вообще, это божечки. Посмотрите. Все ручная работа. Обалдеть. Что-то красотища. Такого я не видела нигде и не у кого. Это вы сами делаете? Здравствуйте. Здравствуйте. Я русский, русский, привыкла в Белоруссии говорить. Я русский блогер. Да, я из Орла. Орла, очень приятно. Спасибо, что остановились. Интересует, что ли? Я просто хотела за это. Вы сами все делаете, да? Да, да, да. Обалдеть. А вы откуда сами? А здесь живу, здесь мы в деревне. У Титовка, да? Угу. И как давно этим всем занимаетесь? А вы снимаете? Да. На Ютуб попадете. А зачем? А я все такое старину снимаю, да. Скажите, это вообще, это просто. Это что за дерево? Под заказ я все делаю. Что хотите. Вот такие вещи могу делать в саду. Вот поставите. Ой, вообще. Вот здесь можно пробить шлангом, отсюда будет вода. А, вода. Откуда будет вода? Вот с пасти можно сделать. Да? Это уже доделать надо. Ну, я поняла. Подставочку сделать под цветы. Давно занимаетесь? Давно уже, лет 10. 10 лет? Да. Ой, какая красотища-то, боже. Это разделочные доски. Да. То есть, вот под тесто можно вот здесь. Это слип из зерна. Тесто. Приготовить тесто. В баню можно ставить. Да. Кипяток наливаешь и все. Она штука, что веник нужно запарить. Сколько же вообще вот ценовой сегмент? Сколько вообще стоит? Я не знаю. Вот честно, договоримся, если что вам конкретно нужно. О, тяжелая прям. Это дубовая, кстати. Дубовая, да? Да, это дубовая. А это для чего? Это можно использовать, как декор повесить в бане. А, для декор, да? Да, вот. Рядом с березовым веником, дубовым веником можно повесить. Для красоты. А эти легкие, они можно использовать. А вы сами чем занимаетесь? А у меня, я шоу программы, я выступаю, я ведущая мероприятий. Плюс еще у меня блог. Я снимаю заброшенные деревни. А, вот как. Да, поэтому интересно. Для моих подписчиков будет. У меня еще очень много вещей, но сюда я не буду выставлять. Угу. Если люди что-то хотят, даже захожу. Вот это из лепезобия. Клен. Дуб. Дуб, клен. Обалдеть. Груша. Груша. Так, сейчас попробую еще акации. А вот это что-то такое. Тоже как декор, да. Ага. Вот это прям красиво. Такие мифические существа. Вот такой образ вот. Угу. В общем, ручная работа. Вы молодец, я вам скажу. Прям мужчина с золотыми руками. Прям можно про вас сказать смело. Спасибо. Как вас зовут? Аркадий. Катя, очень приятно. Очень приятно, да. Что это у вас за чудо стоит? Это что я не видел. Это львиный орнамент. Красавчик. Ее надо доделать. То есть она здесь будет как бы стоять на заборе. А здесь уже надо будет вот такой вариант добавить. И она там получится. Сколько лет занимаетесь уже эти все? Да, 10 лет где-то занимаетесь. А может быть чуть больше и меньше. 10 лет. А как пришло ко всему? Как к этому пришли? Ну потихоньку посмотрел. Так мне понравилось. Там взял, получилось. Ну главное здесь, понимаете. Началось все с ложки или с чего? Делать. С чего именно? Не, не слушаю. Марты я видел. Делали. Марты, да. А потом по арте поехали. А есть уже свои постоянные какие-то заказчики? Есть? Постоянные нет, но интересуется. У вас дома баня есть? У меня нету бани. Вот это вам. Это мне? Да, с грустью. Серьезно? Да. Это вы мне дарите? Да. Божечки. Спасибо. Мне подарили подарок. Как мило. Такой подарок я вам подарю. Кого? Вот это. А это что такое? Видите какой рисунок? Мелкий-мелкий. Это надо понимать. Это не каждого. Вот она склеена. Можете говядину, рыбу, все что хотите. Она ничего не будет бояться. Вот и это вам. Супер. Спасибо огромное. Я могу и свои цифры вам оставить, если что. Да, давайте. Я могу оставить вообще вот эти ваши контакты на ютубе? И люди-то прямо на клипе с вами связывают. Ну, я там пойму, потом вот редактирую. Слушайте, ну вы вообще, конечно, молодцы. У меня еще много вещей есть, более интересных тоже. Я первый раз такое видел. Я езжу часто по трассам, но такое я увидела в первый раз. А вы сейчас куда будете езжать? Я в Орел еду. В Орел еду? Да, я из Орла. А, хорошо. Я ездила в Белоруссию отдыхать в санаторий. Вот. Конечно, ну... В общем, Катерина, если кто, звоните. Если вы заинтересованы, мы можем с вами работать. И вы будете иметь. Если хотите, кстати, вам могу даже чему-то научить. Даже можете научить? Да. У вас немножко есть рисование тяга? Нет. Рисование чуть-чуть. Ну, есть, да. Вот и все. Чем красивее рисунок, тем красивее резьба. Да? Поверьте, да. Я вам серьезно говорю. Что, что? Чем красивее рисунок, тем красивее резьба. Да? Спасибо огромное. Боже мой, какой подарок. Смотрите, что. Ну, это не хотел. Ладно, на всякий случай вам покажу. Смотрите, какие еще темы делают. Здесь такие темы никто не делает. Ух ты, божечки. Это я просто накрыл. Здесь, вы не думаете, что это какая-то... Знаешь, это искусство. Вот я и с бетоном работаю. Смотрите, какие вещи я делаю. А, вот и с бетоном. Ага. Да, здесь не то, что вы там подумаете, что это такое. Ну, это банная картина. Ага. Это все из бетона сделано. Это не гипс. Это бетон. Я поняла, бетон, да. Чистый бетон, да. То есть, рисую, что это оттенки, надо все это понимать. Сормально тема? Да. Валя. Ну, мне дерево ближе. Я дерево больше люблю. Да, а я сейчас смешиваю с бетоном, кстати. Красиво, да. Дерево с бетоном, если это сильно. Да, она, знаете, красиво. Спасибо, спасибо огромное. Нужно просто ехать дальше. Вы молодец. Я вам желаю прям вот прям всего, чтобы у вас больше было заказчиков. Так что, мои хорошие, кому нужен такой мужчина с золотыми руками, вот, он все сделает вам. Да, вот такое вот знакомство. Круто. Бог любит троицу. Спасибо. Тяжело, тяжело донесете? Блин, давайте, да, поможете тогда донести? А то вот это восхакивает. Это что хотите, рыба, мясо, глади, наверное, будет нормально. Круто. Спасибо, что остановили. Спасибо. Да, вам спасибо. Ну, я тоже, как бы, знаете, ценю это, да, если люди тоже понимают эти... Да, потому что ничего себе это... Ой, у нас запикало. Так, давайте куда-нибудь там. Самый, самый. Давайте, давайте. Оп. Да ладно, в следующий раз будете проезжать еще что-то вам подарить. Хорошо. Спасибо. Все, тогда на телефончике, если что. Да, будьте эти края звоните. Хорошо, хорошо. Все. Спасибо. Спасибо. Да, до свидания. Спасибо. Спасибо. Офигеть. Просто вот такое спонтанное знакомство. Я ехала домой и увидела такие шикарные ручные поделки своими руками. Представляете, вот мужчина делает сам. Находит. Он живет в деревне, да, и вот он ищет, как бы, ну, как заработать деньги. Ну, видела разные самоделки, ну, вот такие. Вот мужчина как-то идет, тоже заинтересовался, сейчас может что-то посмотрит и тоже купит. Потому что такое я, например, увидела впервые. Впервые. Никогда такое не видела. Вот я надеюсь, что если кому-то действительно что-то такое нужно, важное, ценное, я советую обратиться к Аркадию, телефончик его оставлю. Пишите, звоните ему. Я думаю, можно-то он сделает что-то такое мега для вас крутое. Руки у мужчины золотые.